Добрый день! Благодарим тех, кто подключился прям вовремя-вовремя. Да, Анна, добрый день! Мы с большим удовольствием открываем сегодня второй сезон с март четвертого дня. У нас традиционные 3-5 минут на сбор группы, да. Маша, Оксана, Ольга, спасибо. Ольга, спасибо. Спасибо, Тимур. Да, у нас сегодня очень интересная тема управления репутацией и продвижения личного бренда. У нас была такая пауза между первым и вторым сезоном, хуже слышно. Мы собирались с силами и с интереснейшим контентом. Да, Елена, спасибо. Если у вас возникают какие-то сложности с вебинарной комнатой, первое действие, как говорят все айтишники, перезагрузитесь. Если это не помогает, попробуйте перезагрузить компьютер. Мы рекомендуем заходить через Google Chrome. Есть те, кто с мобильных телефонов, необходимо специальное приложение вебинарной комнаты. Если у вас все-таки будут какие-то сложности со связью, мы все понимаем, что сейчас перегружены все вебинарные комнаты, запись вебинара нашего обязательно будет, поэтому не расстраивайтесь. Наши спикеры Екатерина, Ольга, Владислав, выходите, пожалуйста, в эфир, чтобы мы тоже прочекали вашу связь, насколько вас слышно и видно нашим участникам. Ну, себя представлю, меня зовут Беляева Татьяна, я руководитель направления обучения и поддержки бизнеса в ипотека-центр. Владислав, привет. Катя, привет. Да, и сегодня я с большим удовольствием буду модерировать нашу встречу. Так, Ольгу пока не видно. Поставьте, пожалуйста, плюсы, если вам слышно и видно, и Екатерина, и Владислава. Всем привет. Ольгу пока не видно. О, Ольга, да, привет. Да, добрый. Нам надо, наверное, с Владиславом что-то поговорить, чтобы нас отметили, что нас слышно и видно. Когда мы начинали наш реалити, мы даже не подозревались, что это так затянется. Так, но у нас единственное... У нас будет второй сезон, но жизнь случается. Вот и оно. Еще одну минуту ждем и будем начинать. Да, по многочисленным заявкам мы продлеваем наши смарт-четверги. Мы выбрали тему, которую нас давно просили, когда мы запускали нашу платформу. И на всех наших встречах нас много просили рассказать про личный бренд, про продвижение себя, про... Ну, у нас сегодня очень классные эксперты. Будет еще и управление репутацией своей, да, в интернете. Это как у Пушкина. Береги честь молоду, да, и репутацию в интернете. Сегодня будем на эти интереснейшие темы говорить. Как будет построен наш вебинар? У нас сегодня три спикера, у каждого где-то 30, 25-30 минут на основную часть. И также будут вопросы-ответы после каждого выступления, буквально один-два вопроса. И также вы можете писать ваши вопросы в чат. По ходу выступления спикеры будут отвечать. И также в конце, если мы успеем, потому что у нас сегодня очень много интересного, интересного всего. Да, запись Елена будет. Также будет сессия прямых вопросов-ответов, поэтому много всего интересного. И у нас еще будет розыгрыш, да, Катя, в конце. Да, супер. Ну, у нас же сегодня, знаете, маркетологи, СММ, репутация, пиар, продвижение. Поэтому мы без конкурса не смогли. У нас розыгрыш будет после вебинара. Ну, я предлагаю начинать. У нас 14.05. Мы выйдем и манитируем наши соцсетях. Как часы мы всегда начинаем. Итак, первый спикер, интереснейший человек, руководитель департамента рекламы и социальных медиа, управления репутацией Вашманов и партнеры. Это одна из авторитетнейших компаний в этой сфере. И мы заполучили Владислава и очень этому рады. Не буду задерживать эфир. Владислав, тебе слово. Пожалуйста. Спасибо за такие теплые слова и неожиданные даже. Мы, коллеги, сегодня поговорим про основы управления репутацией и плавно перейдем к работе с негативом. Если вы в репутации не разбираетесь или разбираетесь пока что плохо, то эта лекция как раз для вас. Ну и даже если вы являетесь в какой-то мере специалистом, я думаю, какие-то интересные моменты вы для себя точно сегодня найдете. Давайте буквально два слова о себе, потому что время у нас ограниченное. Я работаю в компании Ашманов и партнеры, отвечаю за соцсети, за репутацию. Мы участвуем во всех мероприятиях практически крупных и известных, которые связаны с управлением репутацией, потому что мы эксперты, в том числе в этой области. У нас есть даже своя конференция, которая ЕМО проходит ежегодно. В этом году перед коронавирусом вторую вот успели провести, где мы собираем как раз экспертов по управлению репутацией. Также книгу сейчас пишем совместно с коллегами, различные статьи, интересные материалы. Заходите на сайт, в общем, читайте. Там тоже много интересного можно найти про нас. Я работал с различными крупными брендами, российскими, международными, с людьми-брендами. Начинал в 2011 году сотрудничество с Сергеем Минаевым. Ну и вот сейчас с командой мы работаем с различными международными крупными известными брендами. Ну и с российскими, и с мелкими тоже такое бывает. Давайте посмотрим, о чем сегодня будем говорить. Мы пойдем так постепенно, поэтапно. То есть что такое управление репутацией, где она формируется, поговорим, зачем вообще ей нужно управлять, какие есть инструменты, как это все дело мониторить и почему самое главное нельзя ставить на паузу. Сейчас ничего, а сейчас как раз кризис. И дальше, я надеюсь, время у нас останется. Мы поговорим, как работать с негативом, какие виды негатива существуют и нужно ли работать с позитивом. Итак, что же такое управление репутацией? Я бы с удовольствием послушал ваши версии в чатике. Интересно даже, на каком уровне профессиональных знаний вы сейчас находитесь. Что, по-вашему, такое управление репутацией? Готов с вашими версиями с удовольствием ознакомиться? Давайте посмотрим. И кто вообще хорошо разбирается в управлении репутацией, поставьте, пожалуйста, плюсик. Тоже интересно. Часто до сих пор, к сожалению, такое мнение бытует среди маркетологов, в том числе, что управление репутацией – это какие-то там отзывы, где-то что-то размещать, писать, фейковые, да, обычно. На самом деле это заблуждение. Где-то там года 2015-2017, да, сейчас все-таки уже большая часть маркетологов приходит к пониманию, что это немножко более комплексная вещь. Давайте посмотрим на некоторые аббревиатуры, какие у нас существуют. И я прошу вас в чатике, если меня нормально, хорошо слышно, написать, какие из приведенных пяти аббревиатур вам неизвестны, про какую нужно рассказать. Вот вижу первое определение. Репутация, по сути, твое лицо и образ управления ею, наверное, создание своей уникальности и работа с отзывами тоже. Спасибо, достаточно интересное определение. Репутации, какого-то единого стоявшегося мнения на этот счет нет. Я вам дам свое определение, посмотрим там чуть дальше. Коллеги, какие из приведенных аббревиатур вам неизвестны, какие надо пояснить получше? Пока вы пишете, я хотя бы расшифрую эти аббревиатуры. УИФ и ФИФ – это управление информационным фоном, формирование информационного фона. Управление репутацией, логично, это УР, оно же ОРМ, Online Reputation Management, то есть все три первые аббревиатуры, по сути, это практически одно и то же, и вы можете их встречать в ходе своей деятельности. СЕРМ и СММ тоже кому-то могут быть знакомы, ну и СММ, я думаю, многим, да, это social media marketing, работа с социальными медиа, да, а СЕРМ – это корректировка поисковой выдачи, репутационная, как правило, да, то есть мы работаем над формированием выдачи в поисковиках. Search Engine Reputation Management. Давайте как раз вот дам определение, о котором я говорил, такое более-менее стандартизированное. Это комплекс мер по корректировке или формированию репутации компании или человека, что важно, да, про персоны немножко тоже сегодня поговорим в интернете. Что вообще это такое и с чем это едят, зачем это нужно? Ну вот есть различные исследования, они, кстати, не в очень большом количестве, в интернете их можно найти, но тем не менее вот присутствуют, и согласно одному из них четверть клиентов откажется от покупки, увидев хотя бы один негативный отзыв. У кого такое было, жмите огонечек, вот, интересно, вот, когда увидели негативный отзыв и отказались от покупки сразу, было ли такое. Вот вижу, какие, да, огоньки пошли, так что ситуация, видимо, многим знакома, поэтому, конечно, с репутацией нужно работать. Ну, логично, что мы не только про отзывы сейчас будем говорить, сейчас посмотрим, как вообще репутация у нас формируется. Вот есть, как она формируется в оффлайне сначала, да. Есть некий Вася, он купил телефон, телефон ему понравился, соответственно, он порекомендовал там какой-то, не знаю, Алене, Лене и еще одному Васе этот телефон купить. Что они делают? Они телефон, возможно, покупают, кому-то понравился, кому-то не понравился, если понравился, то цикл снова возобновляется. Что же у нас в онлайне происходит? У нас есть Вася, который купил телефон. И, соответственно, если ему телефон не понравился, он куда идет? Конечно же, в интернет. И пишет плохие отзывы на отзывиках, на рекоменде, на картах, в общем, где только может. И жалуется всем на свою тяжелую жизнь. А если же ему телефон понравился, вот хотелось бы услышать ваши версии, что происходит в онлайне, если человек купил телефон и ему он понравился. Идет ли он куда-то писать или нет? Вот вижу он. Как раз первую версию. Ничего не происходит. Редко когда. Нет, нет, нет. Да, вижу. С вами согласен. Действительно, частенько у нас вот такой вариант бывает. Ну, понравился и все хорошо. Положительные отзывы мало кто пишет. Но на самом деле бывает, что их пишут, и мотивация клиентов на генерацию положительного контента – это на самом деле отдельная такая большая тема. В нее сегодня мы подробно углубляться не будем. Какие же есть цели и задачи у управления репутацией? Ну, логично. Самое стандартное – это корректировка информационного фона. Будь то компания или человек. Нивелирование какого-то уже имеющегося негатива. Такое тоже бывает. Выработка позитивного имиджа. Ну, или не обязательно позитивного, а может быть имиджа какого-то эксперта в какой-то отрасли. Также с помощью управления репутацией можно выводить продукт или компанию на рынок и формировать уже их инфополе. Ну, и, конечно, продвигать конкретные продукты или конкретные услуги. Если мы работаем с формированием информационного фона какого-то отдельного продукта, который нас интересует. Ну, и бывают совсем такие сложные задачи уже у более крупных компаний. Это устранение последствий какой-то информационной атаки, которая проводилась конкурентами, допустим, или же предотвращение информационных атак, если мы знаем, что такая атака возникнуть может. Вот. Теперь у меня к вам вопрос. А где же формируется репутация в интернете? Хотелось бы тоже вот несколько версий. Там на каких площадках смотреть репутацию? Неважно, человека, компании, вообще, вот куда полезете в первую очередь, и куда бы вы конкретно обращали внимание свое. А Google такой общий достаточно ответ, но соглашусь, да, это поисковик товара Яндекс.Маркет. Если мы говорим особенно об интернет-магазинах, да, то репутация, согласен, формируется в том числе там. Но на самом деле у нас площадок достаточно много. Рекомендации, банки.ру, на сайте компании. Видите, сколько у нас вариантов? Вариантов действительно масса, и площадок таких целая куча. Сейчас не буду грузить, потому что времени особенно нет у нас, чтобы вы угадывали эти площадки. Вот они перед вами, и, опять же, это некоторые из них, да, то есть это и форумы, и соцсети, конечно же, про них никогда не забываем, и СМИ, и отзывики какие-то, и ваш сайт, который вы упомянули абсолютно верно, и видеовыдача, про которую мы тоже не забываем. И, конечно же, тот самый Google Яндекс.Поиск. Вот, колдунчики. Сейчас как раз про них поговорим. Что же это за страшные такие звери? Действительно, чуть дальше о них, конечно, расскажу. Давайте посмотрим, репутация в подсказках, например, как формируется. Вот оно, стол, а то, казалось бы, вводим название бренда, а там сразу какой-то негатив. Репутация бывает в подсказках. Репутация бывает даже в картинках, да, в коллекциях, которые Яндекс не так давно ввел. То есть просто вводим негативный какой-то запрос, получаем кучу негативных картинок. Про это мы тоже не забываем, когда мониторим информационный фон. Репутация в видео. В тех же поисковиках слева, да, и справа уже на самом Ютубе видны негативные материалы, которые, конечно, компания не хотела бы видеть в своей выдаче. И даже в видеоподсказках на самом Ютубе тоже репутация формируется. Как видите, много негатива конкретно об этой компании есть. Так что ж такое колдунчики? А поставьте, пожалуйста, плюсик, кто вообще слышал такое страшное слово про таких зверей-колдунщиков. Интересно, есть ли среди нас специалисты по SEO, потому что они определенно слышали об этом. Давайте на примере посмотрим. Вот мы хотим еду недорого в Москве приобрести. Мы ввели запрос в Яндекс. Отлично, не слышали? Сейчас о них с вами поговорим. Актуально сейчас в кризис, да, еду недорого приобретать. Ввели такой запрос, и на первой позиции у нас что выходит? Яндекс.Еда. Справа выходит большой блок с картами. С Яндекс.Картами, где можно, соответственно, эту еду, видимо, недорого, надеюсь, приобрести. Вот эти две такие вот штуковины, да, это не позиции в выдаче, да. То есть у нас выдача там часто состоит, допустим, из 10 позиций. Яндекс с помощью своих сервисов не крадет эти позиции, а добавляет новые. То есть у нас выдача, получается, там не 10 позиций, а, допустим, 15. Вместе с вот этими колдунщиками. Колдунщики – это специальные сервисы поисковиков. Они есть и у Яндекса, и у Гугла. Вот те же самые карты, еда. Давайте посмотрим еще, что Яндекс предлагает. Яндекс.Маркет, да, это тот же самый колдунщик. На случай, если у вас не получилось Яндекс.Едой, еду приобрести недорого, вот у нас Яндекс.Маркет есть, покупаем там. Также Яндекс.Кью предлагает вам ответ на вопрос сразу, где недорого поесть. И, видимо, там тоже будет рекомендация на Яндекс.Еду. Это тоже колдунщик. Далее у нас выпадает очередная Яндекс.Еда, где-то позиции, там, не знаю, на шестой в серединке. Для тех, кто большой блок с картами не увидел, у нас выпадают еще одни Яндекс.Карты, да. Ну, мало ли, вы пропустили. И для тех, кто каким-то образом умудрился пропустить их два раза, вы увидите еще блок с картами внизу. То есть три позиции с Яндекс.Картами Яндекс выводит при этом в запросе. Это, конечно, все колдунщики. Колдунщики – это, получается, реклама самих поисковиков и их продуктов или это просто рекламные блоки? Нет, ни в коем случае это не рекламные блоки. Это не относится к контекстной рекламе, к платному размещению. Это именно сервисы самих поисковиков, и, как правило, они бесплатные. То есть в том же Яндекс.Кью можно совершенно без проблем бесплатно работать. Это только в поиске самого Яндекса. А если в Гугле? В Гугле те же самые карты есть, картинки, там, видео выдачи – это все тоже колдунщики. То есть все, что поисковик сам добавляет к запросу. Что же мы видим? Семь колдунщиков из 15 позиций органики, да. Яндекс, кажется, занял практически половину наших мест, которые мы могли бы занять. А что же вообще делать в 2020 году с колдунщиками? Как вы думаете, есть ли какие-то версии? Вопрос, сразу скажу, такой достаточно непростой, и вообще далеко не все с ними берутся работать. Колдунщики имеют какие-то свои определенные достаточно сложные особенности. Их можно учитывать, и туда можно встраиваться. То есть в том же Яндекс.Кью можно зарегистрироваться от лица вашего бренда, или просто вы можете зарегистрироваться даже как эксперт, и отвечать на какие-то тематические вопросы, мониторить их можно, например, с помощью ботов в Телеграме. И таким образом вы получаете какие-то определенные лиды на свой сайт. То есть ссылку даже можно размещать в Яндекс, пока за это не банят. Ну и самое главное, что там можно бесплатно присутствовать тот же Дзен, всеми там любимый и нелюбимый многими. Это тоже колдунщик, где вы можете писать статьи там совершенно бесплатно, и иногда даже в бесплатном формате их продвигать. То есть ответ простой. Там нужно присутствовать, там нужно работать. Основные показатели управления информационным фоном. Долго на этом не буду заострять внимание, потому что материал еще много. Давайте просто пройдемся там, на что мы обращаем внимание. Тональность упоминаний. Кому не знакомо, что такое вообще тональность, и нужно объяснить, поставьте минус, пожалуйста, в чат. Тональность поисковой выдачи. Количество упоминаний. Это тоже одним из показателей является. Количество размещенного контента. Вижу много минусов, сейчас объясню обязательно. Не волнуйтесь. То есть также, кроме количества размещенного контента, мы следим за количеством органических упоминаний. То есть то, что о вас реальные люди оставляют, какие-то отзывы, упоминания, неважно. Тональность. А тональность – это, по сути, достаточно простой параметр, который определяет, хорошо о вас говорят или плохо, но если простыми словами. Например, если человек пишет отзыв какой-то такой отрицательный, ну, это, соответственно, отрицательная или негативная тональность. Если человек доволен товаром, он пишет положительный отзыв, его тональность положительная. Соответственно, упоминания могут быть нейтральны, если это упоминание в СМИ. Тональность также может смешиваться. То есть, как бы, допустим, мне не понравился продукт, но там не понравилось блюдо, но шеф-повар там отличный, к примеру, или сервис хороший. Вот это пример как раз смешанной тональности. Мы смотрим именно тональность всех упоминаний о бренде и смотрим отдельно тональность выдачи, то есть каждой позиции в поисковиках в Яндексе и в Гугле. Кроме этого, скорость реакции является основным показателем, то есть, как быстро мы реагируем на это упоминание и приходим, соответственно, на эту площадку и отвечаем на этот отзыв. Также узнаваемость бренда, которую, ну, не очень просто померить, но померить можно. Это тоже отдельная тема, если будет интересно, потом в конце тогда об этом поговорим. Кроме узнаваемости, это NPS. Индекс тоже сегодня углубляться в него не будем. Это Net Promoter Score. Индекс потребительской лояльности. Тоже не супер просто измеряется, но для тех, кто захочет погрузиться, этот показатель, возможно, будет важным. С чего же мы начинаем в управлении репутацией? Мы заводим, если говорим о каких-то серьезных, больших проектах, заводим проекты в систему мониторинга. О них чуть позднее мы поговорим, какие бывают и что там есть. Анализируем количество динамику упоминаний, их тональность, да, которые уже поговорили. Надеюсь, что все понятно. Если поняли, что такое тональность, поставьте огонек, пожалуйста. Анализ целевой аудитории, потому что без него ни в какой стратегии, как говорится, никуда. Разрабатываем тонну войс, да, тональность коммуникации, как мы будем общаться с нашими клиентами потенциальными. Огонечек там, да, вот кто шлет смайлики, в чат тоже спасибо. Ну, там еще слева кнопочка есть тоже такая. Итак, анализ поисковой выдачи проводим, определяемся с площадками, на которых мы будем работать и присутствовать, формируем финальный список инструментов, ну и, конечно, мониторинг на всех этапах. Как выглядит график упоминаемости, да, вот они, наши упоминания. Сегодня побольше, завтра поменьше. То есть анализируем все вот примерно в таком формате и определяем пики, определяем падения, с чем это связано, конкурс, не конкурс, была какая-то информационная атака и так далее. Определяем пул каких-то самых используемых слов, эта система мониторинга умеет делать, и, соответственно, стараемся избавиться от каких-то негативных ассоциаций, да, чтобы о нашем бренде говорили все-таки в положительном формате. Вот она, наша самая тональность, тоже такие же графики можно построить и, соответственно, смотреть динамику. Где у нас был всплеск негатива, где всплеск позитива, что с этим делать, мы там отработали, не отработали, все это дело нужно анализировать. Мы сейчас достаточно быстро пробегаемся, потому что, к сожалению, у меня всего полчаса есть. Вот, если какие-то нужны будут дополнительные там консультации, вопросы, и сегодня вот готов ответить в дополнительном блоке, и там можете лично мне написать, если что-то непонятно. Поэтому бежим дальше по поводу тональности. Смотрим упоминания как раз строительной компании. Это, по-моему, про пик. Теперь хорошие новости. Облагорожен проход возле корпуса номер 6. Как бы вроде положительное упоминание, но видно, например, что женщина с коляской там не проедет. А проход именно таким вот образом неудобным облагородили. Вроде бы как бы смайлики стоят, да, но и люди даже пишут облагородили, шикарно, казалось бы, позитив, но на самом деле это сарказм, да, поэтому система автоматически такую тональность редко сама может определить, и нужен дополнительный ручной контроль, конечно. То же самое вот про недвижку. Наконец-то снег растаял почти. Нашей обслуживающей компанией Peak Comfort зима нравится. Завалы снега, наверное, растают летом, в июле. Вот, то есть казалось бы, позитив, да, но на самом деле это негатив по факту. То есть люди недовольны, несмотря на положительную фотографию. Ну, то же самое справа там с завалами. То есть тональности иногда определять достаточно трудно, и нужно дополнительно вручную это дело контролировать. Смотрим, как я уже говорил, целевую аудиторию, как она общается, где она общается, какого пола, какого возраста, сколько человек пишет про наш бренд, на каких площадках, на кого они ссылаются. Это вот портрет пользователя из нашей системы мониторинга, Крибрум как раз. Бежим дальше. Анализ конкурентов. Можете посмотреть все их рейтинги на всех доступных отзывиках, площадках, на картах, например, чтобы понять, где вы проседаете, а где, соответственно, наоборот, вы в плюсе, и ваши конкуренты в минусе. Таким образом вы принимаете решение, где вам работать активнее. Где-то конкуренты, может быть, не зарегистрированы, не приставлены, поэтому там вам стоит зарегистрироваться. То есть нужно это дело тоже анализировать. Я обещал в анонсе несколько бесплатных инструментов дать. Вот один из них. Как раз инструмент называется промо-пульт. С помощью него как раз можно контролировать достаточно удобно и бесплатно тональность поисковой выдачи. То есть мы добавляем компанию в систему, выбираем пул релевантных запросов с помощью WordStat. Кому знакомо вообще такое понятие WordStat, кто хоть раз пользовался, тоже поставьте огонечек, пожалуйста. Выбираем, значит, пул релевантных запросов и после этого заводим эти запросы вот в эту систему. Таким образом система будет отслеживать, например, запрос названия компании плюс отзывы. Название компании плюс отзывы сотрудников. Вы сможете регулярно, проставив там где-то вручную тональность, где-то автоматом она проставится, следить, куда у вас убежал сайт там с третьей позиции, там на пятую негативный, да, или наоборот он поднялся. И, возможно, на нем стоит чуть более активно вести работу. Вот в таком формате можно смотреть топ-10, топ-20 поисковой выдачи. Достаточно удобно и бесплатно. Ну и, соответственно, можно и трафик примерно рассчитать, какой падает там на каждую позицию. У Яндекса есть соответствующие исследования. Смотрим рейтинг на отзывиках на картах. Про карты, особенно в 2020-м, совершенно не забываем, потому что куча контента размещается там, геймификация сейчас там в Яндексе, например, есть, да. Уровни различные люди получают, картографические сервисы. Это тоже отдельная тема. У меня был вебинар как раз на эту тему. Если кому будет интересно, могу там потом скинуть ссылку на него. Потому что карты – отдельная сложная тема, как с ними работать. Это достаточно сложный вопрос. Анализ и подбор площадок. С помощью системы мониторинга определяем, где мы будем присутствовать. И самое главное – определяем болевые точки и преимущества вашего бренда. То есть то, о чем говорят ваши клиенты, да, а не ваши маркетологи. И контент-стратегии устраиваем именно вокруг вот этих вот площадочек. С помощью каких же инструментов это можно делать. Такой вот сразу страшный слайд вам показываю. Запоминать его не обязательно. Тут очень много всего. Мы про некоторые инструменты сейчас поговорим. Я надеюсь, если меня не выгонят, перейдем к работе с негативом быстренько. У нас тут и упоминания, и корректировка поисковой выдачи, и блок большой контент-маркетинга, да, статьи тут, если правильно назван, и блогеры, да, и система мотивации, и, конечно же, мониторинг, и соцсети. Про них тоже не забываем. А мониторинг – какие системы есть? Есть платные, есть бесплатные. То есть вот Google Alerts, например, можете совершенно бесплатно настроить. Остальные все системы платные, потому что все-таки там нужна определенная нагрузка на сервера, чтобы кучу упоминаний выгружать. Ну и поэтому системы, конечно, за это определенные деньги берут. На этом слайде я не против совершенно, если мою презентацию бесплатно всем разошлют. Подробнее потом как раз почитайте. Преимущества и недостатки каждой системы. Мы опять вперед должны бежать, потому что времени мало. Соответственно, какие-то есть подешевле, какие-то подороже. Каждая система под свои задачи подходит. Крибрум – это вот наша система, как раз разработанная компанией Ашманов и партнеры. Из бесплатного. Еще одна фишечка такая небольшая. У Крибрума, у нашего есть модуль. Называется kribrum.io. Ссылочка вот внизу. Можете там хоть сейчас по ней пройти и проверить свою репутацию, репутацию какого-то своего бренда, своей компании. Можете сравнить себя с конкурентами, можете продукты свои сравнить с конкурентными или популярность ваших продуктов отследить. То есть вы увидите все упоминания. Но без комментариев. То есть это такой облегченный модуль крибрум. Он бесплатный. Там можно авторизоваться через соцсеть. А такие вот графики тоже можно построить. То есть если быстро что-то надо посмотреть, даже мы иногда в большой крибрум не заходим, а с помощью маленького крибрума это все быстро и бесплатно смотрим. Что касается статей. Тут есть разные виды. И рекламные, и нативные. Обзоры можно разные делать. И интервью. Все зависит от вашего воображения и возможностей. Соцсети и выдача. Логично, что выдачи у нас не на первых позициях. Вот, например, World Class, для примера. На второй, на третьей, на четвертой позиции, еще там на какой-то, на пятой. У нас официальные соцсети. То есть если у вас нет еще в соцсетях представительства вашей компании, обязательно там зарегистрируйтесь. Поставьте, кстати, пожалуйста, плюсик те, у кого представительство в соцсетях уже зарегистрировано, и вы уже там что-то ведете. Ну вот, вижу, как раз плюсики пошли. Спасибо. Обязательно стоит для корректировки поисковой выдачи хотя бы в соцсетях присутствовать. Потому что, как видите, это несколько позиций. Из плюсов. Они быстро занимают места выдачи. То есть если вы хотите быстро ситуацию исправить, обязательно стоит как можно быстрее зарегистрироваться. И в отличие от какого-нибудь там размещения в каком-то СМИ, эта строчка с соцсетью вашей достаточно быстро появится в поиске. Еще из плюсов. Вы можете там весь негатив, по сути, аккумулировать. То есть человек сначала у вас в соцсети будет писать какое-то негативное сообщение, а дальше уже, если в соцсети нет, пойдет по каким-то отзывикам, картам и так далее. Поэтому вы можете себя в этом плане немножко обезопасить. Ну и, конечно, получить новых клиентов, но и с помощью таргета там можно рекламироваться. Немножко про недвижку. Основная ца групп в соцсетях – это потенциальные покупатели. Важный момент. И ожидающие ключей. А основная целевая аудитория чатов в мессенджерах – это жильцы. То есть если вы хотите сделать группу ВКонтакте для жильцов, это, возможно, не совсем верным будет решение. Если вы хотите сделать чат там для потенциальных покупателей – тоже нет. Как правило, на нашем опыте люди распределяются именно так. То есть потенциальные покупатели следят за публикациями в соцсетях, а те, кто купили, им уже неинтересно. Они переходят в чаты жильцов и обсуждают какие-то более важные, насущные вопросы. Мессенджеры как раз стали такими вот новыми форумами. Иногда туда попасть даже непросто. Требуются там номера договоров и так далее. Но люди там очень активно присутствуют и, соответственно, активно какие-то вопросы обсуждают. Там скорость реагирования выше, чем на форумах. И важно, что в той же телеге есть чаты с геопривязкой. Несколько советов, что их лучше начинать делать быстрее все-таки, да, на стадии котлована даже. Представителей застройщика и управляющей компании. Туда обязательно мы заводим, да, назначаем ответственных. И некоторые чаты можно сделать закрытыми. Вступаем, конечно, для контроля за ситуацией во все чаты. Потому что не все системы мониторинга могут мессенджеры спокойно мониторить. Основные ошибки, наверное, в них сейчас углубляться не будем, потому что не успеем тогда про негатив вообще поговорить. Но тут вот они на слайде представлены, тоже в презентации можно ознакомиться. Вы с помощью этого слайда сможете понять, какой отзыв настоящий, какой отзыв ненастоящий. Тут несколько таких советов. Когда вы конкурентов, например, будете смотреть или просто какой-то продукт захотите приобрести. Почему важно сейчас не ставить на паузу? К вам тоже вопрос. Как думаете, можно ли просто взять сейчас и не заниматься репутацией? Если считаете, что можно не заниматься, поставьте минус. Если считаете, что нужно все-таки заниматься репутацией, поставьте огонечек. От себя сразу скажу такое мнение. У нас есть клиенты, которые условно понимают прекрасную ситуацию, понимают, что если сейчас мы поставим все на паузу, то восстанавливать все в репутационном плане будет гораздо сложнее и дольше. Но понятное дело, что там есть несколько клиентов, которые по понятным причинам просто не обладают за счет остановки бизнеса, там вообще практически никакими ресурсами, там нечем людям платить зарплату. Это другая ситуация совершенно. Но если у вас есть маркетинговый бюджет, то от репутации ни в коем случае, конечно, нельзя отказываться. Такая небольшая совсем на секундочку рекламная пауза. У нас есть аудиты репутационные. Если у кого-то, вы чувствуете, есть из вас репутационные проблемы, вот обычно они у нас стоят от 65 тысяч рублей. Сейчас вот на вебинар такая небольшая акция. Отправляйте письмо на info.sobaka.ashmanov.com с заявкой на аудит репутации в теме. И первые пять заявок аудит бесплатно. То есть вы посмотрите свое положение, что у вас плохо, что хорошо, какие инструменты стоит использовать абсолютно бесплатно. Если какие-то консультации тоже нужны, там в конце будет слайд с моими соцсетями, тоже добавляйтесь, спрашивайте без проблем. Постараемся как-то помочь и сориентировать. Вот у нас пошел как раз негатив, да, и работа с негативом. Как его найти? Ну, можно через саму соцсеть поискать это бесплатно, да, уведомления подключать. Можно через бесплатный инструмент крибрум публичный поиск. Есть сервис еще там, что там. Он, по-моему, платный все-таки, если не ошибаюсь. Смотрите, конечно же, в Идучу. Тут тоже инструменты некоторые показаны. И сейчас вот у нас уже совсем немножечко осталось. Я надеюсь, что мы успеем. Виды негатива. Конструктивный, неконструктивный и тролльный. Поговорим сразу про конструктивный негатив. Кто считает, что конструктивный негатив – это хорошо, поставьте огонек. Кто считает, что это плохо, поставьте минус. Вот в чем плюсы? Да, вижу, огоньки пошли. Действительно, конструктив – это хорошо, потому что у нас присутствует подробное описание проблемы. Из негатива понятно, кто вообще зачем, чем недоволен, что делать. Поэтому работать с ним гораздо легче. Тут у нас пример. Вчитываться не будем. Конструктивного негатива. Видно, что человек подробно-подробно описал проблему, что, как случилось, и описал, чем недоволен. Где, когда, что. Это конструктивный негатив. Что делать с ним? Отвечать лично. Что важно – не выносить обсуждения на публику. То есть, по возможности, в личку уводим этого человека. Дальше выясняем все необходимые детали. Это основное правило. То есть, где случилось, когда случилось, в каком филиале, по какому адресу, в какое время, с каким менеджером общались и так далее. Обязательно рассказываем всем, что мы исправим ошибку. Исправляем ее в реальности. Подчеркиваю, ее обязательно нужно исправить в реальности. И, видите, жирным выделено как раз. Рассказываем, как вы исправили свою ошибку. То есть, не просто исправили и все, и радуетесь, все хорошо. Но нет. Обязательно показывайте людям, что вам не безразлично была проблема, что ошибка исправлена. Ну, какой-то подарочек можно сделать тоже. Это по желанию. Что же с неконструктивным негативом? Тут у нас в основном эмоции. Суть проблемы непонятна. Часто в проблеме виноват клиент. Иногда проблемы вообще нет. Примеры неконструктивного негатива видите сейчас на своих экранах. Вот еще один из примеров неконструктивного негатива. Такой вот интересный отзыв про ресторан какой-то. Как бы вы на него ответили, если у вас есть какие-то версии, интересно вас послушать. Я вот уже однажды этот отзыв показывал. И интересный и шуточный такой вариант. Придумали слушатели ответы на этот отзыв. Спасибо, что живой. Мне понравился. Но на самом деле, пиццерия, жаль, что нет, так, конечно, не стоит отвечать. Мы максимально корректно, максимально по-доброму стараемся общаться со своими клиентами. Но пиццерия у нас ответила так. Надеемся, что с вами все в порядке, да, никто не желает ничего плохого человеку. Непонятно, что повлияло на риск потери самого ценного, что у нас есть. Возможно, вы ели пиццу во время прыжка с парашютом. Или возникли трудности с раскрытием. И вы отстреливались от итальянской мафии или поспорили с Хабибом, кто сильнее. В общем, шутки шутками, но в конце люди написали, что на звонки вы не отвечаете. То есть они телефон запросили. Они показали, что пытались как-то решить проблему и, ну, немножко высмеяли этого человека, потому что, конечно, негатив определенно неконструктивный. Что с ним делать? Пробуем его перевести в конструктив, пробуем идентифицировать клиента, пробуем все-таки, стараемся, да, выяснить суть проблемы. Обязательно решаем ее, даем бонус. Если не получается, то можно, вот как в этом случае, отшутиться. Можно пожаловаться на отзыв в администрацию площадки и удалить отзыв, если это ваша соцсеть, к примеру. Если вы понимаете, что это, да, действительно конкурент или просто какой-то неприятный совсем человек, не ваш клиент даже. Возможно, да, отзыв от конкурентов. Что с троллингом? Проблемы отсутствуют. Ну, да, я думаю, тут подробно объяснять не нужно. И просто цель от провокации. Что делать с троллингом? Ничего. То есть лучше тролля не кормить. Это тоже основное правило. Поэтому просто не реагируем. И если там совсем какие-то оскорбления, то можно, опять же, это удалить, забанить, если это не соответствует правилам группы. Несколько советов напоследок. Уже все, совсем заканчиваем. Что же делать с негативом? Вот такие шуточные советы у нас в конце будут. Необычно клиент поздоровался с техподдержкой Рокетбанка, если не ошибаюсь, да, по-моему, это Рокет. И вот таким вот образом ему ответили. Доброго вечера, Дмитрий. Своим приветствием вы сузили круг специалистов, которые подходят по критериям ответа. Пришлось даже выйти из отпуска. Чем можем помочь? То есть как бы и на оскорбление отреагировали нормально, и пошутили, и в то же время клиента ориентированность проявили. Также очень важно давать в ответ конкретику. Вот что-то у нас не работает, да, мы должны подробно описать, почему, как, что там и так далее. Вот, вот, я так и знал, что меня начнут выгонять отсюда. Вот буквально две минутки еще. И дело не в том, что пошли такие негативные отзывы и вопросы. Как, можно еще пару минут закончить несколько слайдов? Ну, может быть, вопросы, ну, на вопрос ответить? Напишите нам, пожалуйста, в чат, что вам полезно. Я могу как раз пока что закончить презентацию. Если есть вопросы, пишите, готов отвечать сейчас или позже. Обязательно в ответ давайте конкретику, да. Вот у нас на слайде не лучший совершенно пример. Также важно держать какую-то определенную позицию и точку зрения. Вот один блогер пишет, что игра ему не понравится, скорее всего, да, которая выйдет, будет коммерческим провалом. Ему присылают бесплатные ключи на эту игру и он удаляет предыдущий твит и пишет, что, думаю, игра будет замечательная, настоящий прорыв. Это то, что мы бесплатно игру прислали. Вот, но интернет все помнит, поэтому будьте осторожны. Против вас могут скриншоты какие-то использовать. Разница по времени между твитами несколько часов. Также обязательно будьте повежливее. Тут у нас тоже пример такой не самой лучшей мотивации на генерацию положительного контента. То есть если мы просим написать какой-то отзыв, это нужно делать немножко в другом формате. Тоже чуть, если сейчас успеем, об этом поговорим. Обязательно стоит быть добрее и не отвечать вот как вот это вот кафе. И, да, и еще вот последний буквально парочка там советов. Интересный такой момент. Необходимо быть как можно внимательнее. Вот, например, человек пишет, как ему все понравилось в сервисе такси, и ему отвечают. Спасибо, что рассказали. С водителем свяжемся, а также передадим информацию в таксопарк. Если такое повторится, он больше не сможет выполнять наши заказы. Вот. То есть со стандартными отписками нужно быть осторожнее. То есть вы все-таки смотрите, на что отвечаете. Это тоже очень важно. Ну и также лучше быть откровенными. Человек жалуется на стоимость, опять же, того же такси. И ему пишут, что наш сервис заказа такси не для нищебродов. Ни в коем случае, конечно, в таком формате не следует общаться со своими клиентами. И что, наверное, самое важное, нужно принимать меры. То есть мы решаем проблему не только в онлайне, но и в реальности. Человек пишет, что чем-то недоволен в компании автоспеццентр. И, соответственно, ни слова о том. Он говорит, что вы что-то собираетесь делать с проблемой. И ему отвечают. Доброе утро. Пока мы отправляли вам это сообщение, оступившийся сотрудник уже запечатывал коробку с вещами. То есть и пошутили. И видно, что как-то сотрудника своего немножечко, наверное, поругали. Вряд ли, конечно, уволили. Несколько правил. Игнорировать негатив нельзя. Смотрите на скобочки. Есть исключения, исключения бывают. Удалять отзывы, сообщения тоже нельзя. Банить нельзя. Ни в коем случае никакой агрессии, никаких нервов. Стоит подождать. Если это ваш личный бренд, и вас оскорбили, как-то надо остыть. Нельзя уходить на другую площадку. Не стоит спорить с клиентами. Если вы не понимаете, что, например, 100% право. Не стоит кормить троллей. И, конечно же, не стоит решать проблемы только в интернете. Обязательно их решать в реальности. Тоже на окончание моего доклада. Такая небольшая шуточная картинка. Так тоже делать не стоит. И важный момент. Черный пиар тоже пиар. Если о вас говорят плохо, не стоит расстраиваться. Это нормально, что вас обсуждают. Работу с позитивом, наверное, так как уже пора выступать, как я понял, другому спикеру мы оставим на самостоятельное изучение. Давайте тогда сразу я покажу слайд с контактами, чтобы не задерживать никого. Если у кого-то... Ну, да, это самая основная мысль моего доклада. Негатив. Это не повод расстраиваться, а возможность стать лучше. Не бойтесь, когда о вас говорят плохо. А вот когда говорят хорошо, это не всегда полезно. А вот когда говорят плохо, вы будете знать, что вам исправить, и как вам улучшить свой бизнес и помочь своим каким-то клиентам. На этом слайде, видите, мои... Вот интересно, Владислав. Владислав, вот я полностью разделяю это. Это ведь прям как подарок, потому что иногда отзыв читаешь негативный. У нас в компании бывают негативные отзывы, да, и от наших уважаемых бизнес-партнеров. И мы на самом деле радуемся этому, потому что только в негативных отзывах часто видно реальную суть проблемы. И если человек сел, написал, не поленился, ну, это к конструктивному, наверное, негативу, да? Ну, это же классно вообще. Абсолютно согласен. Я вот как-то общался с Артемием Лебедевым, наверное, знаете, такого. И вот он сказал, я по хвалу вообще совершенно там не переношу, в ней толку никакого нет. А вот какой-то негатив в мою сторону, да, какую-то критику приветствую, обожаю, потому что я понимаю, как я могу себя улучшить. Вот. Я с этим абсолютно согласен. Вот. Но позитив я на самом деле тоже люблю. Если кому-то понравился доклад, пишите хорошие отзывы, там, не знаю, меня отмечайте, добавляйте в соцсетях любые вопросы, без проблем стараюсь ответить. Так что надеюсь, что вам понравилось, и надеюсь, еще встретимся. Спасибо, коллеги. Владислав, спасибо огромное. Очень интересно. Я вот прям сидела, фоткала экран. Хотя нам часто говорят, не фоткайте экран, вам пришлют презентацию. Спасибо огромное. Такая экспертиза широкая. Аудитория, давайте поставим огней и смайликов. Владислав сказал, что он позитив тоже любит. Смотрите, у вас есть возможность сейчас задавать вопросы в чат. Наверное, мы на один... Настя тоже фотографировала. На один вопрос, может быть, мы сейчас успеем. Но очень устно ответит Владислав. И остальные в чате какое-то время он ответит. Да. Если есть вопрос, напишите, и мы будем переходить к следующему спикеру. А я хочу, знаете, пока вот Владислав рассказывал, мне навеяла история одна, и как раз это будет мостик к следующему спикеру. В основном же у нас тут ипотечники. Я когда еще в одном ипотечном банке работала, и нам пришел такой в соцсетях отзыв о том, что расстроенный клиент, он закрыл ипотеку, он много лет ее платил, у него такое радостное событие, и что банк никак его не поздравил. И мы действительно пересмотрели наши процессы тогда с маркетингом для того, чтобы поздравлять людей с этим событием. И наш хед оф маркетинг, он отправил бутылку шампанского и открытку подписал вручную, чтобы не только в интернете решать, а действительно суть его там. И процессы изменили. И клиент потом очень позитивный, он ставил прям фотку и везде-везде писал в соцсетях. Поэтому негатив – это действительно повод для изменений и каких-то, может быть, даже как негатив превратить в позитив. Да, это тоже отдельная тема, вопрос достаточно сложный, не всегда получается, но надо пытаться. Коллеги, еще раз спасибо. Если какие-то еще вопросы появятся, я постараюсь появиться по возможности, когда минут через 30-40 надо будет сделать. Спасибо большое, Вячеслав. Спасибо, Вячеслав, спасибо. Спасибо, Вячеслав. А следующий наш... Точно, точно, точно. Всем здоровья, берегите себя, подписывайтесь, пишите Владиславу, пока он открыт, и точно воспользуйтесь предложением аудита своей репутации. И у нас сейчас следующий спикер, Катя. Выходи, пожалуйста, в эфир. Всеми нами любимая Екатерина Бирфас, директор по пиару, маркетингу, ипотека-центр. И те, кто с нами давно, вы, наверное, видите наши изменения. Как мы начинали, и как сейчас выглядят наши соцсети, как мы запускаем новые продукты, как это все с точки зрения пиара и маркетинга развивается, это дело рук нашей Кате. И сейчас Катя расскажет, как мы это делали в ипотеку-центр, чтобы был прям такой кейс применимый, интересный. И помимо этого Катя еще и вообще интереснейший собеседник и огромный эксперт в этой части. Видите, она 11 лет в этой сфере. Как мы недавно с Катей обсуждали, как выбрала этот путь, так по нему идет в глубину, только расширяя свои знания и экспертизу. Не буду дольше занимать эфир. Катя, тебе слово. Поставьте огней, пожалуйста, и удаляюсь. Тань, спасибо большое за презентацию меня. В первую очередь мне бы хотелось вернуть мостик первому спикеру. Безумно было интересно слушать Владислава. Подписываюсь под каждым словом. Действительно, массу полезных вещей сегодня Влад рассказал, и это все действительно так и есть. Важный такой очень момент, на который я бы хотела обратить внимание. Влад сказал очень такую важную штуку, что не расстраивайтесь, если о вас говорят плохо. Это действительно, как мы сейчас обсудили, можно превратить в конструктив. Позитив, ну, хорошие отзывы не всегда полезны, но, да, тем не менее, нам приятно, когда о нас пишут хорошо. Самое страшное, ребят, это когда о нас ничего не пишут. Вообще. Тишина. Вот это самое страшное, потому что негатив можно переработать в позитив. Да, это сложно, это, как Влад правильно сказал, отдельная большая тема, но можно, да, и это можно для себя с конструктивом использовать. А вот когда совсем тишина, вот тогда прям печалька. Ну, и переходя уже непосредственно к тому, что бы вам хотела рассказать, не буду, да, трогать моменты, потому что уже Влад рассказал про инструментарий. После меня будет тоже безумно интереснейший спикер с точки зрения инструментария для специалистов по недвижимости и ипотеки. Я расскажу какие-то такие базовые моменты, потому что понимаю, что там среди нашей аудитории есть как те, которые действительно уже там профессионально в диджитал окунулись и знают всю полезность и все там основные базовые вещи, но есть те, кто там только начинает в этом направлении, и мне важно, чтобы через призму нашей компании мы дали какие-то полезные штуки, как это использовать лично для себя. Вот. И говоря о себе, хотела бы начать вот с тех принципов, через которые я работаю и там работаю с теми компаниями, которые продвигаем. Очень важно, да, вот от чего я отталкиваюсь. Вот нельзя продвигать, ну, там, начинать что-то активно делать, когда ты вообще не знаешь, о чем ты говоришь. То есть в первую очередь нужно досконально знать, что ты доносишь до аудитории. Не знал до этого, изучи. Соответственно, если вы говорите там про себя, про свои услуги, ну, вы как никто другой в них разбираетесь и понимаете, но если вдруг будет какой-то кейс, когда вы там решите рассказать о чем-то трендовом, там, в рамках своей специфики, и в этом не разберетесь, может случиться неприятность. Обязательно досконально изучаем. А второй принцип – это нужно верить в то, что ты говоришь. Очень, ну, там, в профессии маркетологов одно время было очень специфическое отношение, что это люди, которые там могут продать все, что угодно, кому угодно, но вот в моей работе я придерживаюсь принципа ты должен действительно верить тому, что ты говоришь. И вот, ну, продавать как себе, да. Если не веришь, не бери за это. И для меня это один из основополагающих факторов в свое время, там, при выборе проекта, с которым я буду в дальнейшем работать, да, нового проекта. И из этого проистекает третий принцип – это тебе, так как ты точно знаешь и веришь, и дальше ты с этим идешь, ты гордишься быть частью этой истории. Это очень важный принцип, потому что я в своей работе приверженница, там, использовать команду и себя как вот лицо компании, да, не бояться выступать со своим брендом. Это очень хорошо и положительно влияет на обратную связь этой аудитории. Это очень легко считывается, когда человек выходит и как бы и вроде говорит о чем-то, и вроде умные вещи говорит, но видно, что он либо сам в это не верит, либо как-то стесняется быть к этому причастным. Вот для нас, для нашей команды важно, что мы гордимся быть лицами брендов. И можете видеть на экране, что мы наших сотрудников беспощадно используем в наших рекламных кампаниях, и они с радостью в этом участвуют. Вот там у вас на слайде наш Анатолий Наштейн с листовкой тоже с самим собой. Ну, это как один из примеров, как мы это делаем. Большинство рекламы, которые вы видите от ипотека-центр, в ней используются именно наши сотрудники, реальные люди, которые работают с ипотекой, которые являются кураторами. Вот, и это дорогого стоит на самом деле. Говоря о, там, дальше переходя по принципам, с чего там, азы работы, то есть с чего мы начинаем при продвижении продукта, это смотрим на конкурентов. Очень тоже правильно Влад говорил, что нужно мониторить конкурентов, да, нужно смотреть, чего они делают, чего они делают, и как-то в эту историю встраиваться. Но здесь есть два момента, на которые хочу обратить внимание, что конкурент, на самом деле, это очень большой помощник вам в работе, это может стать для вас источником вдохновения. Нужно смотреть, что, во-первых, в первых строках делает конкурент, и что у него хорошо получается, и то, что вам нравится, да, смотрите эффективные инструменты, и не нужно изобретать велосипед. Берите лучшее и просто перекладывайте это на ваши нужные рельсы. Там бытует, да, мнение, что, ну, как бы, там, списывать нехорошо, да, повторяться нехорошо. Тут важно понимать, что вы не повторяетесь. Вы просто берете хорошую идею и ее позиционируете совершенно по-другому, добавляете что-то новое. Это вот коллаборация, там, идей, партнерств, компаний. Это сейчас очень большой и нужный тренд. Поэтому смотрите на конкурентов, делайте то, что у них хорошо получается, но делайте это по-своему. И вот второй тезис, который был как раз у Влада, смотрите, что они не делают, да, и наоборот это тоже применяйте, применяйте, потому что это уже как раз второй принцип. Становитесь первым. То есть мы не стремимся быть первыми, мы просто, мы просто вот как бы первые в чем-то. Как этого достичь? Опять же, да, посмотрели, что они делают конкуренты, и у вас появилась идея, что да, мы сюда можем пойти, мы это можем использовать. Причем вот эти фишки можно применять не только по отношению к прямым конкурентам. Ну, то есть вы идете вот конкретно, знаете, вот у вас такая компания-специфика, провели анализ конкурентов, ну, выделили для себя какие-то ток. Нет, это можно даже сказать среди других сфер. Потому что, как правило, ну, в твоей нише уже большинство каких-то идей, наверное, занято. Пойди в другие, посмотри, что делают совершенно в других отраслях, абсолютно в другом направлении, и возьми оттуда что-то и примени в своей сфере. И, как бы, ты априори будешь первым. То есть получается, какая тут основная мысль? Смотрите на тренды, соединяйте это со своими какими-то сильными сторонами, и, ну, получайте какой-то коллаборативный продукт. Собственно, наш вот Smart Четверг сегодняшний, это оно и есть. Что мы сделали? Мы посмотрели, какие сейчас есть тренды, да, что, в чем есть потребности аудитории. Мы посмотрели, какие у нас есть скиллы, какие у нас есть инструменты, возможности. Мы сделали такой продукт, который, там, нужен, понятен всем, и, как бы, да, и для нас это, по сути, ну, там, ничего не стоит в плане того, что все, что надо надо, у нас уже есть, да, мы просто это агрегируем, подтягиваем, там, интересных партнеров, потому что, опять же, да, век коллаборации, тренды, и получается нечто новое, что дальше идет народ. Так, да, все верно у нас по слайдам. Дальше, продолжая тему, вот если о вас ничего не говорят, то это совсем плохо. Сейчас такой тренд, вот если у вас действительно нет диджитал, если никто не может найти о вас никакой информации, то, как бы, вы в большинстве случаев можете потерять вот этого потенциального клиента. Раньше, если мы говорили, что, там, если, ну, что очень эффективный инструмент сарафанное радио, это действительно так, раньше это работало, вас один, там, человек, благодарный клиент ваш порекомендовал другому, и такая благодарная цепочка дальше пошла развиваться. То сейчас даже тот человек, которому вас порекомендовали, он все равно пойдет в сеть, и смотрите, у вас информация, что вас пишут, что вас говорят. И может так случиться, что уже, там, изначально как-то теплок вам настроен, не найдя вас вообще нигде, он начнет сомневаться, и, ну, не факт, что дойдет до, вот, до конца свяжется с вами. Основные, да, инструменты, опять же, повторюсь, для тех, кто вот только, там, идет диджитал, чтобы понимать. Первое, что обязательно должно быть, это сайт, либо ваш личный сайт, либо сайт вашей компании. Это не обязательно должно быть что-то суперсверхсложное, навороченное. Можно сейчас в наше время сделать сайт и самому. Есть также, там, специальные конструкторы, есть вот сервисы по созданию сайта, которые также указала на сайте. Их можно использовать. Частичный функционал, он также может быть бесплатен абсолютно. Но здесь уже от потребностей. Что важно учитывать, это контентное содержание сайта, что, там, какую функцию он должен выполнять. Первое, нужно отвечать на вопрос, кто вы и что у вас за продукт, да, что вы даете, для кого вы, собственно, и какую проблему решаете. Ну, и ключевое, и сколько все это стоит. Если все это у вас будет, хотя бы такой минимальный набор, считайте, что, окей, там, галочка поставлена, ваша, там, цифровая визитка уже готова. Продолжая тему, там, выстраивания сарафанного радио в цифровом мире, то, что тоже говорил предыдущий спикер, социальные сети, каналы, чаты, это вот то, что теперь тоже должно быть после сайта. Что здесь, я хотела сказать, не затрагивая, там, вот эти глубинные вопросы по продвижению, про выстраивание рекламы, это именно контентное содержание. Обязательно я всех призываю к тому, что нужно составлять план публикации заранее, вот тот самый контент-план, по которому вы планируете, там, идти. И в течение месяца очень рекомендую делать его заранее. О чем вы будете говорить, когда вы будете говорить, вы так можете модерировать содержание, то есть чтобы они у вас не были однотипными, какие-то, да, сообщения, чтобы там был и развлекающий контент, и экспертный контент, и отзывы обязательно, какие-то кейсы, сложности, проблемы, которые вы решаете. Вот это, собственно, то, что мы у себя используем, абсолютно там, да, работает. Можете посмотреть нашу статистику, мы ничего не скрываем. Это вот то количество подписчиков на экране, которое там у нас было в 19-м году, и с чем мы сейчас уже пришли к 20-му году. В 19-м мы только-только начинали там с Фейсбука, потом у нас пошел постепенно Инстаграм, там, Контакты, Ютуб у нас уже только в конце года, мы чуть-чуть начали подключать. Вот используя этот разнообразный контент, мы видим, что вокруг себя мы формируем вот то сообщество интересантов, которое в дальнейшем уже там может становиться нашими клиентами, может не становиться, но есть большой пласт работы на свою репутацию, которую must-have сейчас в нашем мире. По еще интересным инструментам, которые можно использовать, вижу вопрос, Женя, в чатике, по поводу, сейчас тогда отвечу быстренько, раз по предыдущему слайду, может ли использовать наш партнер информацию из наших сетей, размещать ее в своих, правильно ли это делать? У нас про партнерские коллаборации я сейчас тоже чуть позже скажу, но отвечаю конкретно на вопрос. Можно шерить наши посты, ну, то есть, я противник того, чтобы делать копипаст, скопировал, ставил и вставил от себя, либо ты это делаешь с упоминанием первоисточника, там, что являешься партнером ипотека-центра, либо ты делаешь какой-то копир, шеринг материала, если это Инстаграм, есть специальные программы, которые позволяют делать перепост поста, да, с отсылкой первоисточника, могу потом в чате, когда вот доклад закончу, отправить ссылочку на интересную статью на эту тему, как это делать. В общем, да, можно, но с отсылкой на первоисточник. Вот. Ну и быстренько продолжаем. Про инструменты. Помимо, там, сайта, соцсетей и таких каналов, у нас остается наш любимый канал СМИ и мероприятия. На самом деле, этих каналов не нужно бояться, их нужно любить, потому что они, наоборот, очень благодарны и сами нас ищут. Сейчас расскажу, о чем я. Там кажется, что там в СМИ попасть очень сложно, да, раньше попасть в газету, это ж нужно было, это ж докуда надо было дойти, чтобы попасть в газету, да, условно говоря. Сейчас все очень открыто, все очень просто, есть специальные ресурсы, ну, вот среди них, такие как PressFit, Deadline Media и есть ряд других, где вы можете регистрироваться как эксперт, как спикер. Вы пишете там краткий свой профиль, о чем вы можете говорить и мониторите там запросы от журналистов. То есть, на самом деле, редакции ищут хороших спикеров, которые могут комментировать какие-то трендовые, наболевшие темы и понимая там, о чем вы можете говорить, пару раз с вами поконтактировав, они уже будут понимать, чем вы можете им полезны. Дальше это может перейти в такую, ну, крепкую дружбу, взаимных комментариев на постоянной основе. Вокруг вас будет формироваться как раз вот тот самый орел экспертности. У вас за плечами будут различные публикации, там уровень доверия к вам, ну, значительно возрастет, и это будет улучшать вашу конверсию из холодных контактов, которые будут к вам приходить в теплые и в конечные клиенты. Эти ресурсы, ну, как бы абсолютно бесплатные, там есть уровень бесплатности, есть, если вы хотите прям максимально хайпануть, а это вот у меня почему так переключилось, интересно. Это мы случайненько переключили что-то. Да, секунду. Система очень хочет вернуть, видимо, Владислава как спикера. Коллеги, что у нас происходит? Пожалуйста, не переключайте слайды. Да, вроде мы вернули. Так вот, есть, конечно, там и платный функционал, если вы хотите там, ну, какие-то более глубокие слои переходить, но для старта вполне достаточно бесплатных каких-то бонусных вариантов. По мероприятиям есть точно такие же схемы. Организаторы мероприятий ищут хороших, качественных спикеров в деловые программы. Вы можете просто обычным мониторингом в поиске по профильным мероприятиям забить, что сейчас есть, там, что готовится. Это как про оффлайн, так и про онлайн мероприятия абсолютно одинаковая история сейчас, да. Многие уходят в онлайн, мы прекрасно понимаем. Но оффлайн все равно останется жив, я доверю. Вот. Тем не менее, вы можете сразу найти вот список мероприятий и зайти там в контакт организаторов, там всегда они есть указаны, написать им на почту, что там, коллеги, я такой-то, такой-то, вот мой профиль, я могу говорить такие темы, с удовольствием подготовлю доклад, давайте обсудим. И это тоже история, ну, максимально в большинстве случаев бесплатная, если, ну, там, вы не видите своей целью, там, какую-то прямую рекламу какого-то продукта, да. Вы просто выступаете с точки зрения экспертизы. Это очень интересная тема, и там, ивенты вообще, моя любимая история, кто меня знает. Вот. Очень кратко про профильный стиль, но это просто та атрибутика, которая должна быть, если, там, вы уже понимаете, да, что визитка – это, ну, обязательно атрибут, есть диджитал-визитка – это ваш сайт, но и в целом, если вы уже растете, там, как компания, дальше появляются какие-то другие атрибутики – это, там, ручки в каком-то стиле, балкноты, листочки и так далее, все должно быть очень красиво, выдержано, со вкусом. И что самое интересное, это все не обязательно, там, должно стоить каких-то баснословных денег, сейчас очень много, опять же, возможностей это все заказать, есть специально обученные люди. Вот. Главное – желание, ну, немножко о том, как, где это можно брать. То есть первый тезис – да, хочешь сделать хорошо – сделай это сам, но чудесно, если у вас есть такая возможность, у вас руки из нужных мест растут, у вас есть желание развиваться в каких-то других направлениях, тоже масса есть, там, обучающих каких-то курсов, где можно быстренько научиться, там, это все делать. Но если мы говорим про, там, более частые реалии, когда, да, есть желание, есть потребность и понимание, что это нужно, но просто нужны люди, которым ты доверяешь как себе, вот, где и как их искать. Это первое – спросить рекомендации. Это тоже сейчас в нашем веке технологии делается очень просто, помимо очных вопросов, да, можно еще вывесить, там, вопрос у себя в соцсетях и спросить, ребят, ищу, там, хорошего дизайнера, кого бы советуете, да, и смотрите, что вам отвечают. Как правило, на такие запросы очень много ссылок. Можно идти в какие-то профильные группы и там делать запрос, и потом изучать то, что вам прислали. Первый вариант. Второй вариант – шпионаж. Это, опять же, когда вы смотрите на конкурентов, либо просто на, там, те компании, которые вам нравятся, и дальше уже там смотрите, кто это делал. Это можно даже напрямую спросить в директах. Ребята, кто вам это делал? Просто потрясающе получилось. Никто никогда не отказывает, на самом деле. Есть также фриланс-площадки, съедзовики. Вот внизу тоже наиболее популярные из них перечислила, которые знаю я, которыми пользовалась в свое время. Здесь можно найти кого угодно и с каким угодно уровнем. Самое важное, что вы сами можете выставлять там условия и критерии, по которым вы ищете. Грубо говоря, если вы готовы заплатить 500 рублей за макет, значит, вы пишете «ищу» того, кто сможет сделать за 500 рублей. Очень удобно. Ну и дальше уже смотрите на качество, соотношение цена-качество. Что сейчас у нас актуально в наши дни – это возможности пиара без бюджета, и чем дальше плес, тем больше мы хотим без бюджета. Все это, на самом деле, очень реальная история. Пиар изначально позиционируется как безбюджетная история, потому что реклама вроде как платная, а пиар – это уже бесплатная. Но это такое очень шаткое соотношение. Тем не менее, все это реально, но не нужно забывать про 7 шапок. То есть если вы хотите попасть в Forbes, чтобы у вас все трубили, и это должно случиться прямо завтра, ну, наверное, не получится прям совсем без бюджета. Вот. Ну а так, что я рекомендую, это искать партнеров и объединяющую вас идею, чем вас больше в вашем конглобиате, тем больше у вас коллабораций, и аудитория там партнеров переходит в вашу аудиторию. Это как круги по воде, просто, ну, как бы расширяется по информационному полю. Если вы маленький, то, соответственно, вам нужно сначала найти какого-то более большого, да, авторитетного партнера и уже к нему, да, вместе с ним войти в эту сеть. Если вы уже большой, то, соответственно, вы строите свою партнерскую сеть, вы укрепляете свою репутацию как эксперта и формируете вот эту экосистему вокруг своего бренда. Мы в Ипотека Центр с удовольствием делимся своим брендом, да, вот как раз формирование экосистемы вокруг себя – это одна из наших целей. Там видите, что есть сертификаты партнерства, которые мы там с удовольствием включаем нашим бизнес-партнерам, там, мы готовы делиться нашим контентом, вот то, на какой вопрос ответила я Жене. В принципе, здесь, чем вы более открыты к рынку, да, тем и вам в ответ тоже более открыты. Но вот именно даже исходя из этого принципа мы и находим интересных спикеров на нашей смарт-четверге. Про хайп немножко тоже пару слов проговорю. Это очень важная тема. Понятно, что когда какой-то хайп наступает, считается, что, наверное, нужно прям сесть быстро на эту волну и хайпануть, да, и вот, и что вы о тебе говорили. Здесь очень важно не переборщить, потому что трендовые темы, ну, не всегда могут быть применимы именно к вам, разные мемы и так далее. Тут надо, в общем, так это все анализировать с холодной головой. Вот если мы говорим про текущую, да, вот там наш тренд, кризис, изоляция, то здесь важно понять, что нужно не просто обратить на себя внимание, а проанализировать, чем ты можешь быть полезен аудитории на этом хайпе. Окей, ты сказал, вот он хайп. К тебе пришли, посмотрели, а дальше что? Дальше ты говоришь, ребят, а вот эти мы можем быть полезны в рамках вот этой всей истории. Мы в свое время, там, спотека-центр, когда это все начало, история, развиваться, посмотрели тоже на то, чем мы можем быть полезны, перестроили коммуникационные какие-то посылы вовне. То есть наш ресурс, он остался таким, как есть наша суперплатформа, там, цифровая, функционально, ну, там, глобально ничего не поменялось, но мы просто с точки зрения позиционировали, более очевидными сделали какие-то моменты, да, то есть что мы можем дать гарантию от потери работы, то есть ты можешь как основным, там, заработком использовать платформу, так и дополнительным, да, мы даем безопасность. У нас, возможно, дистанционная работа для бизнес-партнеров, плюс мы сделали выездные сделки для клиентов, да, пожалуйста, welcome. Мы, это ваша, ну, поддержка нашим авторитетам, мы ваш партнер, мы вот вам даем, можем делиться всеми материалами, давайте использовать этот кабренд. У нас есть, там, сеть банков-партнеров, и это тоже, получается, все становятся вашими партнерами, да, мы вас экспертно поддерживаем, это вот бесплатные вебинары, это наши консультации, ну, и так далее, и так далее. То есть важно, когда хайп ловишь, не забывать о том, чем ты можешь быть полезен своему любимому потенциальному клиенту, своей аудитории. Ну, и последний слайд, да, на чем я завершу, и мы уже перейдем к следующему нашему спикеру. Это, ну, мне на самом деле было бы очень интересно, кто у нас сегодня с нами, напишите, пожалуйста, с какого времени вы с нами, с какого месяца и года, вот вы на платформе, вообще, или знаете просто о нас. Может быть, это произошло буквально вчера. Можете написать в чатик, там, да, вот, супер, апрель 20-го, но это вот буквально недавненько, 18-й год. Ну, да, 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 Иван, сложно вас переплюнуть. Со вчера, Клавдия, здорово, что к нам присоединились. Сегодня, Татьяна, по-моему, выиграла этот рейтинг с сегодняшнего дня. Августа. Нет, один месяц. Коллеги, слушайте, ну, здорово. Очень рада, что у нас как раз сегодня подобрались такие, ну, участники, кто с разного этапа нас знает. Кто-то совсем недавно, буквально, да, только что. В общем, эта динамика на экране признана показать, что на самом деле мы все это время, мы не останавливаемся на месте, мы постоянно развиваемся, мы придумываем что-то новое. То, что мы рекомендуем, да, и то, что я рассказала сегодня, мы это сами используем. И это работает, и это очевидно в рамках показателей цифр. Потому что, да, в девятнадцатом году, там, 759 у нас было бизнес-партнеров. Вот буквально, да, с января 20-го нас уже значительно прибавилось, ну, больше, чем в два с половиной раза. На этом я заканчиваю. Спасибо большое. Буду рада... Катя, спасибо большое. Да. Коллеги, если есть вопрос, можете сейчас прям задать буквально один вопрос, по как нам подключается следующий спикер. Задайте в чат, и Катя ответит. Катя уже, знаете, собаку съела на том, как ипотеку сделать цифровой, и как продвигать все это цифровое... Как продвигать, развивать цифровое сообщество, экосистему. Это действительно наши ценности. Нам важно это делать, потому что, ну, мы верим, что будущее за вот такими открытыми системами, горизонтальными связями, когда развивая других, ты развиваешься сам, когда делать так, чтобы выигрывали все. А будет презентация, чтобы посчитать? Да, презентацию мы направим всем участникам. Ну, и у нас уже Ольга Кузьмина подключилась. Оля, привет еще раз. Ольга создатель уникальной авторской методики работы риэлтора в соцсетях. И сейчас она, знаете, у нас Владислав такую интересную обширную тему затронул, как управлять репутацией. Затем Катя рассказала наш кейс инструмента вот такого B2B, наверное, продвижения. И Ольга сейчас расскажет, а вот как каждому человеку, каждому риэлтору вообще продвигать себя в соцсетях или эксперту по недвижимости. И помимо того, что Ольга бренд-стратег в соцсетях, она еще сама риэлтор с 2008 года, поэтому мы тоже очень ждем, Оль, твоего выступления. Немного съехали мы по таймингу. Но все-таки у тебя есть... Меня плохо слышно, да? Есть. Мне хорошо тебя слышно. Стало плохо слышно. Надо перезагрузиться, может, это меня плохо слышно. Оль, тебе слово. Очень мы же все ждем твоего выступления. Вот. Не буду занимать твое время. Спасибо. Про меня уже рассказали, да? Давайте перейдем сразу к делу. У меня всего 20 минут по таймингу. А рассказать я вам пытаюсь целую... Хочу целую планету рассказать. А верните... Можно я верну обратно первый слайд? Это будет второй слайд сюрпризом. Рассказать я вам попытаюсь впихнуть, да, в эти 20 минут три золотых правила соцсети и дать два инструмента. Самых главных я инстаграмный ведущий, поэтому я буду много так махать руками, постараюсь держать себя в руках, да? Чтобы вам было хорошо видно и слышно меня. Здравствуйте еще раз. Я прослушала всех спикеров, что для меня очень удивительно, да, просидеть столько времени и согласна абсолютно со всеми. Согласна с репутацией, согласна с Катериной. О том, что... К примеру, сейчас приведу такой коротенький пример. Как вы думаете, насколько публикация, например, в СМИ может повысить вашу комиссию? Например, мою комиссию когда-то в свое время, там, три года назад, публикация в СМИ повысила в два раза. Вот. Это очень хороший инструмент, согласна еще с одной темой о том, что... Ну, если нас нет в Википедии, да, если нас нет в Яндексе в запросах, ну, это еще как-то можно пережить. Ну, вот если нас нет в соцсетях, ну, вот как это, да? Екатерина сейчас как раз рассказывала о том, что... Или Владислав кто-то рассказывал о том, как проходит цепочка, да, вот эта репутационная цепочка простого, обыкновенного, да, нашего будущего клиента. Вот он где-то там у кого-то услышал, взял визиточку, да, что он придет домой, что он будет делать? Да полезет он, да, полезет он в Инстаграм, и будет он смотреть в Инстаграме, где вы там присутствуете и как вы там присутствуете. Про Инстаграм рассказывать не буду, почему это должен быть Инстаграм, коснусь тихонечко, краешком, да, так как ограничено времени, про поведенческие характеристики любого человека в соцсети. Вы, наверное, это обращали внимание, ну, по себе, по своему поведению. То есть ВКонтакте у нас одно поведение. Даже фотографии у нас, даже аватарки у многих разные. В Инстаграме другое. В Фейсбуке другая фотография. Даже недавно челлендж был, да, во всех соцсетях, как мы выглядим. И вот это опять-таки про комиссию. Я такой же риелтор, как и вы. Я также оформляю ипотеку. То есть делаю всем все и всегда. И поэтому я точно знаю, что он придет домой и будет искать вас в Инстаграме. И что он там найдет? Зачастую, что он там находит? Давайте перейдем теперь вообще к понятию, да, личного бренда. И ваше право решать вам, оставаться вам на прошлом уровне или все-таки выходить на новый. Я расскажу вам, что такое Инстаграм, да, и что такое личный бренд. Кратенько. Вот этот вот миф, да, о том, что я сейчас запилю фоточку, сейчас скину какой-нибудь текст, аренда или ипотека, да, такие самые любимые. С кем было, да, давайте мне огонечек, да, кто это делал? Аренда или ипотека, что там обычно пишем? Ну, в таком вот контексте все, в сравнительном. И сидим, ожидаем морепогоды. С этим сталкиваюсь я регулярно, регулярно, систематически. Клиентов в соцсети, в Инстаграм не было. В любой соцсети клиентов нет. Это холодная аудитория. Все просто, все прозрачно. Это холодная аудитория. Вспомните, когда там много-много лет назад в нашу систему приобретения клиентов, да, вот этой клиентской базой входили холодные звонки. Как было сложно, как было тяжело. Кто-то умеет прям огненно это делать, да, научился, а кто-то до сих пор. При слове холодные звонки, да, падает в обморок. Так же и с Инстаграмом. Это холодная аудитория. Здесь нету клиентов. Но зато есть миллионы живых людей, да, подписчиков, которые ежедневно принимают решения и формируют потребности. Это из уникальности, да, торгового предложения и стратегии продвижения. Каким образом и как вы будете работать со своей аудиторией. Мы сейчас говорим не про это. Мы сейчас... Я, кстати, с нас лет была риелтором по аренде в втором месяце, схватила терпение. Поэтому клиент становится внутри вашего блога, вашим, точнее, подписчик становится внутри вашего блога вашим клиентом. Знаете, это уникальнейший инструмент, который дает человеку право думать о том, что это он принял решение. Вот это состояние, когда клиенты с соцсети приходят, они все время в кабинет открывают вот так вот дверь ногой и говорят привет. То есть вот этот вот градус доверия, который существует на холодном рынке, ни в одном месте нельзя больше довести до своего пика только в соцсети. Только в соцсети. Это про стратегию, это про свою уникальность, это про... Мы сейчас дальше поговорим про эти инструменты, про то, как вы преподносите себя. Это тоже отдельная планета. Но вообще я тот человек, который говорит очень много про смыслы. И здесь предыдущие спикеры тоже так касались этой темы. Я... Прежде чем вообще я борюсь за то, чтобы вы поняли смысл вообще всего этого, зачем вам нужны эти соцсети, много инструментов. Можно по старинке сидеть, также делать холодные звонки, ходить на расклейку. Это все холодная аудитория. И алгоритмы работы с ней будут примерно одинаковые. Погрузитесь в свой смысл. Зачем это нужно вам? Насколько это нужно вам? Делать, как у всех. У всех есть SEO-сайты, да, или как правильно они называются. Простите, я немножечко из другой, да, из моего сайта. Поэтому и у меня будет такой же сайт. У меня есть там это. И у меня будет так же. К чему это ведет? Это не то, что там копипаст какой-то. Это просто, простите меня, но нехорошее слово. То есть у меня будет все так же, как у всех. Когда заходят риэлторы в соцсети, я знаю обо всем, я буду писать и рассказывать обо всем, я буду делать так, как все. Не уникальности, ничего. И здесь именно вот с этой точки начинаются все проблемы. Почему нет клиентов? То есть в соцсетях, вот из вас же все есть абсолютно в соцсетях, абсолютно все есть в Инстаграме. Но клиенты есть только у единиц. В том понятии, что прям стабильный входящий поток. Огонечек. У кого есть стабильный входящий поток. То есть не один клиент заблудший, там раз в полгода, а действительно, да, прям вот такой стабильный входящий поток. Это все зависит от того, когда вы поймете, зачем вам это надо. Зачем это нужно вам. Это самый главный вопрос. Когда вы сделаете свой блог, да, будете вкладывать в него там силы, время, деньги, энергию свою. Просто потому. Потому что это есть у всех. Ну, это, ну, это бесполезно. И вот сейчас мы перейдем, да, вот к самым трем постулатам, да. Их, конечно, не три, их намного больше, но сюда я вынесла только три, так как ограничено время. Ценность профессии. Вообще, ценность профессии, как донести ее. Чем я отличаюсь, да, это про то самое страшное, уникальное торговое предложение, которое очень, вот в действительности его очень сложно, согласитесь, сформировать. Кто делал это? Кто знает свою УТПшечку? Вот так, чтобы она отлетала в соцсети. Причем УТП, да, они для всех разные. Для звонков, для холодных, на заключение договора, это другое УТП. На презентации в квартире, это третье УТП. В каждом моменте, на каждый момент жизни, да, для лифта или для каких-то посиделок, у вас должно быть свое УТП, когда вы там сидите, там, в кругу друзей, и кто-то там начинает говорить про какую-то недвижимость. Мы недавно ездили на турбазу, и за соседним столом сидели, обсуждали, обсуждали за соседним столом люди, какие риэлторы-негодяи, про Авито, про вот эти вот мыльные пузыри, которые есть. Было обидно, больно, жалко. Я даже не стала вклиниваться в разговор. Поэтому ценность профессии должна быть. Вы должны в первую очередь понять. Вот внизу слайдов, да, есть такие два, две круглых, как вот, я не знаю, как назвать их, да. Зачем это вам? И второй вопрос. Что получит подписчик, подписавшись на вас? И мелкими буквами. Подписчик, он бы, конечно, вообще в идеале, согласитесь, да, желал, чтобы вы бесплатно все это сделали для него. Он был бы очень доволен, да. То есть, ну, давайте, крутой риэлтор, давайте. Ну, или там за самую, за десятку, за самую маленькую комиссию сделайте мне это. Как сработаться с ним? Что дать ему? Это все опять-таки из УТП. Ценность профессии должна быть. Не только себя, как риэлтора. Избавьтесь вот от этого. Продажи в лоб называется. Я крутой риэлтор. Да простите меня, ну, у нас целая куча крутых риэлторов. Так и хочется иногда сказать, да видали и покруче. Не обязательно. Это стереотипные заблуждения о том, что я буду зарабатывать в соцсети, мне нужна соцсеть, только тогда, когда у меня будет огромное количество подписчиков, и я буду супер-мега-крутым блогером. Это не так, это неправда. Стабильный входящий поток можно выстроить, и иметь 10 подписчиков из них. Мама, папа, брат, сестра там с вас. За комиссию и заработную плату риэлтора, она никаким образом не связана с количеством подписчиков. Никаким образом. Как избежать продаж в лоб? Научитесь правильно себя позиционировать. Как себя спозиционировать и как правильно, да, вывести в свет свое уникальное торговое предложение. Ответить на вот этот вопрос. Зачем это вам? Готовы ответить на вопрос, зачем вам? Зачем вообще вам? Вот соцсети, зачем вам управление репутацией, зачем это вам? Полезность? Владислав, это... Ну, напишите, интересно. Очень интересно. Кто еще готов? Визитка моя. А вот второй вопрос, Татьяна, визитка. Что получит подписчик, подписавшись? Да. Что получит подписчик, подписавшись на вас? То есть это два вопроса, которые идут нераздельно. Потому что я СММщик, а что? Вот я получу. Что под... Любой человек получит. СММщиков очень много, риэлторов очень много. В чем изюминка? Это довольно-таки страшный вопрос, да, у меня даже, ну, есть прецеденты, когда мы прорабатываем это с психотерапевтом. Но без этого бесполезно. Давайте. Перейдем ко второму. Увеличить свой заработок? Бабло, слава, это лишь следствие того, что вы готовы отдать соцсетям. Это традиционное заблуждение увеличить свой заработок. Все идут, все думают, что в Инстаграм, да, и сейчас приду, запилю фоточку. Я с этого начала. Это потому, что традиционное заблуждение. Вы знаете, я пришла то же самое. Я пришла абсолютно с тем же самым намерением. Сейчас я пойду, быстренько сбегаю на фотосессию. То есть я вовремя поняла, что фотки-то должны быть профессиональны. Потому что, ну, как я покажу-то? Свою экспертность и свой профессионализм. Я никогда не говорила, что я там супер-мега-круто риэлтор. Но в своем городе, в соцсетях я единственный человек. Откуда родился этот мой курс? Он родился от ваших клиентов. Мне писали по всей России, по всей стране, по всему земному шару. Боже мой, у нас в планировке, у нас в фотографии-то два года длилась тема. Слава Богу. Соцсети нужны для формирования репутации о нас. О ком о нас? О каждом человеке. Да, вот это уже ближе. Вот смотрите, где кружочек. Зачем это вам? У меня есть первая полезность. Полезность. Что делать-то? Ответьте на вопрос, зачем это вам? Вот мы хотим завести блог в соцсетях. То есть мы поняли, что все, сейчас карантин, да, всех откроют, все, что же делать? А вдруг бабахнет еще раз, да? Что делать нам? Тех, у кого были блоги, уже готовые, они не заметили, честно говоря, даже того, что что-то было. Они вытаращивают у меня глаза и говорят, да, изоляция? Не знаю, не знаю. Ответьте на этот вопрос, зачем это вам? Мне соцсети нужны повеселиться и иногда анонсировать всякие статьи и мероприятия. Вот. Отлично. Повеселиться. Это за весельем, да, это вайнеров смотрят. Сторисы чужие. Конечно. Это же отличный инструмент. Сюда приходят читать статьи о том, что лучше, эффективнее аренда или ипотека. Не за этим сюда приходят. Привлекать подписчиков для обращения за услугой, получить новых клиентов. Как это сделать? Вы ведь это наверняка уже делали. А я в первом слайде вам до этого говорила, что здесь нет клиентов. Это холодная аудитория и должен быть свой определенный алгоритм. Давайте сейчас прям сразу сделаем то, что прям сегодня, прям сейчас вам даст результат. У меня нет секрета, Мариночка. Нету? Это вопрос. Зачем это нужно вам? У каждого будет ответ свой. Это сложный вопрос. У меня на курсе три занятия. Я говорю, мы занимаемся с психотерапевтом. Это очень сложный вопрос. Ответить на вопрос, почему я лучше, чем Вася Пупкин или там Маруся Федорова. Почему вы должны выбрать меня? Отсюда мы формируем потом УТП, отсюда мы потом формируем, да, зерно блога. Отсюда отстройка от конкурентов, отсюда позиционирование. Только вот он самый первый вопрос, когда вы сможете на него ответить. для вас соцсети перестанут быть закрытым миром. Вы поймете, что хотят от вас подписчики. Вот что получит подписчик, подписавшись на вас? Например, на мой блог подпишитесь вы когда, и будете его читать, вы сможете самостоятельно сделать стабильный, входящий поток клиентов. Вы научитесь экономить время. Вы научитесь экономить время. Даю, даю. Самое главное, вы будете зарабатывать больше. Вообще вся задача, весь смысл в этом. Сделать свою комиссию больше. Весь смысл в этом. Вот это вы получите подписавший. А что получит подписчик на ваш блог, подписавший? Итак, практику. Как нам сделать, вот чтобы прямо сегодня, прямо сейчас, нет, сейчас не надо, сейчас вы дослушаете меня еще 10 минут, а для самых таких, знаете, начинающих, и для тех, кто уже давно в соцсетях знает, где клиенты находятся, как клиенты находить, мы делаем небольшое задание. То есть, когда я закончу, вы его сделаете, и получите результат в виде отклика, в виде лайков, в виде комментариев прямо здесь и прямо сейчас. Синхронизация контактов. Самая лучшая СРМ-система в мире – это телефонная книга. Инстаграмы, блоги, все аккаунты привязаны к номеру телефона. Наверху у вас, когда вы открываете свой инстаграм, либо, в принципе, любая соцсеть, эта система работает с любой соцсетью, вот здесь вот наверху у вас есть полосочки. Вы заходите либо в «Интересные люди», который выдаст либо через синхронизацию контактов. Просто сейчас запишите, либо синхронизация контактов, либо «Интересные люди». Заходите, и ваш телефон синхронизирует с вашими клиентами, синхронизирует с теми, кого вы когда-то внесли в свою телефонную книгу. То есть это покупатель один, покупатель два, покупатель три, людей, которые просто вам звонили, и вы, может быть, их никогда не увидели. Вы берете и просто открываете, инстаграм выдает их вам сам, и вы начинаете с ними взаимодействовать. Работа риэлтора в соцсетях заключается во взаимодействии. Не в фотках, и не в постах, и не в сторисах, и не в прямых эфирах. Это всего лишь инструменты. Инструменты вот этого взаимодействия. Самая главная ваша задача сейчас взять их по полной катухе. Прям вот выделите. Это монотонная такая рутинная работа. То есть если вы думаете, что блогер такой сидит и все время что-то там кому-то рассказывает, очень много монотонной рутины, как говорила Екатерина, что надо делегировать, но об этом не сейчас. Вы берете просто их, лайкайте и комментируйте. По полной катушке. Вот всех, кому вам сейчас предложил инстаграм, вот когда вы начинаете синхронизацию контактов, нажимаете, вы берете их, лайкайте и комментируйте по полной программе. Поверьте мне, вы увидите там своих клиентов, которые у вас были когда-то, которые у вас есть потом. Многих мы даже не узнаем. Многие даже ничего. Но это делается только в том случае, когда у вас есть блог. Да? Прям вот в полноценном понимании. То есть человеку будет не стыдно про вас рассказывать, про вас писать, упоминать про вас. Стыдно-нестыдное понятие у каждого свое. Кто-то считает, что у меня в принципе есть нормальный хороший блог, и этого достаточно. На ваше усмотрение. Я не претендую на какие-то нормы, стандарты. В соцсети нету черного и белого. Здесь нету правильно или неправильно. Вы сами почувствуете. Когда есть отклик от клиентов, значит вы на правильном пути. Если пока пустышка, значит вы что-то делаете неправильно. В принципе логично. Еще один способ помимо синхронизации. Найти свою целевую аудиторию. То есть после того, как вы ответили на вопрос, зачем мы прописываем свою целевую аудиторию. Но примерно знаем. Находим его по хэштегам. Наверное, я не открою ни для кого сейчас секрет. Большинство, я надеюсь, что знают о том, что в соцсетях есть хэштеги. Это место, где собираются авторы постов. Так вот хэштеги, такие как риэлтор, ипотека, недвижимость, куплю, продам. Они не являются целевыми хэштегами риэлтора. Там нету клиентов. Там собираются риэлторы и ипотечные брокеры, и все, 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 что связано с этим движением, с этой движухой. Там нет клиентов. То есть клиенты все-таки находятся по хэштегам, ну, например, ваших улиц. Если это крупный город, например, Москва, Питер, мы работаем хэштегами по станции метро, какие-то ближайшие, также используется геолокация, ближайшие салоны красоты, ближайшие там кафе, парикмахерские, ну, и все в таком духе. Открывайте этот хэштег. Например, там, метро Кузьминки. Есть такой буквы? В Москве. Открывайте и начинайте. У нас заканчивается время. Я еще даже половины не рассказала. Давайте буду быстренько-быстренько я закругляться. То есть вы... Что-то такое важное, очень практичное. И вот прям 3-5 минут, Ольга. И сейчас, да, то есть я хотела рассказать еще про важность и необходимость, да, грани доверия и каким местом соприкасаться со своей целевой аудиторией. Самое главное, чтобы не копаться сейчас, не вдаваться туда куда-то внутрь, не вдаваться куда-то туда внутрь, давайте вынесем одну. Это наша семья. Многие сопротивляются, говорят, я не хочу семью выставлять, я не настаиваю. Это ваше право. Но помните, что мы риэлтингеры и главная точка соприкосновения. Да, 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 последний слайд. Это будет прям для уже таких, кто крепкий орешек в соцсетях. И главная точка соприкосновения, это наша семья. Не бойтесь, никогда не стесняйтесь, потому что без доверия, ну, любви не будет без доверия, а в Инстаграме все по любви, тут по-другому не бывает, да. То есть за бабки тут не прокатится. Как многие говорят, я хочу там деньги, славу, популярность. Ну, это лишь следствие того, что вы готовы отдать, а вы даже семью не готовы пожертвовать семьей. И второе, да, заключительное задание, или как правильно сказать, что это? Инструмент. Инструмент по работе с аудиторией. Да. Это пост. Обыкновенный, традиционный пост. То есть очень часто мы пишем просто о том, что мы знаем. Писать надо, ну, риэлтор заходит в Инстаграм, он такой думает о том, что, ну, я же много что знаю, я хочу рассказать обо всем, а ни лайка, ни комментария нет, слезы рекой, да, два часа писала, ничего нет. Это проблема из позиционирования. То есть надо писать о том, что болит у целевой аудитории, да, о том, что болит у нее, и тогда у вас будет задача. И у меня есть вот такой для вас готовый инструмент, вам потом его передадут. Это пост онлайн-консультация. Это вот это вот мифическое заблуждение о том, что я сейчас сяду, включу прямой эфир, и на меня будут сыпаться консультации. Ну, желательно, ну, по пять тысяч рублей, да. Мы эту тему уже обсуждали, но очень интересный вопрос. А этого не происходит, потому что моя консультация цена для моих близких и для тех, кто со мной уже на короткой ноге. А для остальных я, к сожалению, всего лишь Ольга Кузьмина, и меня мало кто знает. То есть нету доказательства еще своей экспертности. И я очень люблю говорить эту фразу, я не Велина Хромченко, и вы, к сожалению, тоже, да, чтобы продавать свои консультации. Поэтому вот есть такой специальный текст, специальный пост, в котором есть триггеры. Это болевые точки нашей целевой аудитории, меняя которые, вы можете взаимодействовать с любой аудиторией. И пост этот направлен не на какие консультации, а на быстрый вывод клиента из директа. То есть он прочитал этот пост. Суть его такова, что вы предлагаете получить какую-то онлайн-консультацию, и очень долгий путь, чтобы получить эту консультацию. То есть как же можно получить такие важные ответы, да? Вы пишете мне в директ, мы определяемся со временем, дальше вы пишете мне письмо на почту, ждете время X, мы обговариваем, то есть такой долгий путь. А консультация-то бесплатная? То есть человек такой понимает, что консультация бесплатная, вроде как я готов, что я подождать. И в этот момент он пишет вам в директ, я готов взять вашу консультацию. В этот момент вы поступаете. Вы поступаете как человек, который понимает, что никаких переписок в соцсетях мы не ведем, о том, что это холодная аудитория, о том, что его надо быстренько посадить напротив, в кабинете, чтобы он сел и сидел. И заключать с ним одинский договор. То есть после того, как он вам написал, вы говорите, ой, ну там же так долго ждать, давайте к Сибири ко мне. Давайте, приезжайте, у меня сейчас есть время, полчаса. Я прихожу к вам. Вот именно в таком, про триггеры я уже не успею рассказать. Поэтому, если, ну, хоть это было полезно, этот последний пост, кому он остался непонятен, да, вы напишите. Да, коллеги, пишите. Ольга, твой инстаграм мы отправили, всем ссылочку. Спасибо огромное. Вот особенно за последний такой инструмент. Я сама, как тренер, консультант, часто мне говорят, а дайте лопату. У меня целая... Без меня у меня целая куча этих лопат. Я выхожу. Да. Спасибо большое. Коллеги, пока спикеры у нас возвращаются в эфир, те, кто могут, для того, чтобы мы буквально на несколько вопросов ответили, если будут вопросы, конечно, мы немного не в тайминге, расскажу вам про следующий наш смарт-четверг. Что мы сейчас готовим? Поддержка клиентов в кризис. Как сэкономить или заработать? Ой, самоизоляция ко мне прибежал ребенок. Вот. Кать, можешь рассказать нам про следующий смарт-четверг? Да, коллеги. Ну, так как у Тани причинческие технины, давайте я продолжу немножечко. Наша традиция смарт-четвергов, как Оля сказала, продолжается. Второй сезон мы сегодня с вами чудесным образом начали. Следующая тема смарт-четверга. Уже обозначена эта поддержка клиентов в кризис, как сэкономить и заработать. Будем говорить про рефинансирование, про налоговые вычеты, кредитные каникулы и те самые программы поддержки государства, о которых сейчас все говорят. Разберем все по полочкам, по косточкам. По дате, когда этот смарт-четверг, мы уточним, следите за нами в соцсетях. Ольга, и вот я смотрю в чатике, что мы пишем. Давайте, да, Владислав, Ольга, кто сможет, возвращайтесь, потому что я вижу, все равно вопросы будут, вопросы есть. Влад, тебе уже точно там есть вопросы. Выходи. Я сейчас быстренько договорю слайды и начнем отвечать на вопросы. Вот, собственно, про смарт-четверг рассказала. Следите за новостями в соцсетях, обязательно объявим, когда, и сразу регистрируйтесь, чтобы у вас в календаре эта ссылочка была. Ну, и для тех, кто еще не с нами на платформе, мы всегда говорим, что у нас каждую неделю проходят Welcome-вебинары. Можете тоже сразу уже по ссылочке, по QR-коду пройти. Следующий у нас 19 мая, 12.00. Приходите, там тоже будет супермного интересного о том, как, собственно, делать все в онлайне, заключать ипотечные сделки, зарабатывать на этом, на любом этапе ведения клиентов. Ну, об этом уже тема следующего, как раз, Welcome-вебинара. Вот, теперь вопросы. Какие кому из спикеров готовы ответить? Да, у нас к Владиславу вопросы. Кать, спасибо. Ну, самоизоляция такая, самоизоляция. Да. Кому выгодны тролли? Ведь они даже не смахивают на представителей конкурентов по смыслу сообщений. Вопрос такой с подвохом. Я не уверен, что они прямо кому-то выгодны. На самом деле, по-моему, вся суть троллинга и троллей в том, что людям нечем заняться. Они это делают, достают какие-то бренды, достают каких-то людей исключительно ради собственного развлечения, чтобы свое эго потешить. Именно поэтому с ними и не стоит вступать в никакой диалог. И лучшая стратегия работы с троллем. Ну, если, конечно, вы сами тролль еще тот, да, то можно там как-то развлекаться, если вам это нужно. Вот. Но если вы к этому не готовы, то лучше на это не реагировать, если там какие-то оскорбления, мы это удаляем. Это просто люди развлекаются. Это могут быть часто дети, школьники, кому нечем заняться. Это могут быть какие-то хейтеры бренда там, да. Это могут быть какие-то даже недовольные ваши клиенты, да, которых вы ранее как-то сильно расстроили. Вот. И они какую-то обиду на вас затаили. Ну, прям вот какие-то конкуренты, чтобы запускали троллей. Ну, такое, конечно, бывает, но на самом деле вот на практике встречается редко. Обычно это люди просто развлекаются. Ну, и надо это учитывать при работе с ними. Спасибо. Тролли – это же реальные люди всегда. Роботов не бывает троллей. Просто они порой такое пишут, что там интеллекта совсем ноль. Да, коллеги, к сожалению, это, как правило, реальные люди. Вот. И бывают такие, у которых интеллекта не очень много. С этим, видимо, надо как-то смириться. Вот. А может быть, Владислав, вы что-то заметили уже? Вот самоизоляция их стала больше, меньше троллей. Ну, то есть вот людям же массово не так много дел, люди ничем не заняты. Ну, если посмотреть по нашим там клиентам, скорее поток модерируемых сообщений скорее снизился даже. То есть люди чуть… Ну, вот может быть у нас там специфика, да, там медицинские разные компании, там, персоны. Может быть просто такая специфика, но на наших вот примерах можно сказать, что активности меньше, троллей нет вообще. Вот. Но, возможно, другие бренды сталкиваются сейчас с проблемами. Я могу вот конкретный пример привести. Сейчас, например, если зайти в сообщество ВКонтакте, KFC какого-нибудь или Burger King, вы увидите там не совсем троллей, а скорее вот кучу негатива. То есть люди сейчас более остро воспринимают негатив, и если им что-то там не доставили, там, или какая-то ошибка произошла, они практически взрываются сразу. И особенно стоит быть осторожными вот при публикации собственного контента, если вы что-то про благотворительность публикуете. Вот там тот же пример в KFC можно найти в сообществе. Бренд написал, что наш директор куда-то там поехал, что-то там пожертвовал, и у него просто поток негативных комментариев под постом, казалось бы, положительным, связанных с тем, что сотрудников увольняют. Ну и, соответственно, комментарии. Вы сначала сотрудникам помогите, а потом уже всем остальным. Поэтому с этим нужно быть осторожным. Это вот те моменты, на которых можно кризис обращать внимание. Управление репутацией в кризис, на самом деле, это отдельная тоже тема. У меня есть вебинар на эту тему. На канале Ашманов и партнеры его можно найти. Там чуть больше я углубляюсь в это направление. Спасибо. Вопрос ко всем спикерам. Коротко, прям по одной минуте. А вообще, другие соцсети, кроме консервативных, Facebook, Instagram, Telegram, актуальны? TikTok или есть специфика для бизнеса? Ну, давайте я, наверное, немножечко отвечу. Здесь, на самом деле, очень важно смотреть на специфику вашей целевой аудитории, да? Ваш бизнес плюс ваша целевая аудитория, где она сидит, и какие цели вы преследуете, чтобы быть в соцсетях? Вот то, что спрашивала Оля, да? А зачем вам это? Сначала ответить на этот вопрос. Зачем и для кого? TikTok, да, классный канал. Ну, там такая более молодая, более подвижная аудитория. Если вы считаете, что ваши клиенты там, да, как бы, да, надо идти и брать этот формат, и, как мы говорили, да, делайте то, что в вашем профиле, там, в вашей сфере, там, конкуренты еще не делали. Там подкасты, да. Если пока это на волне, да, и пока это еще не у всех есть, делайте, да. Важно понимать, чтобы это был не фан ради фана, да, не TikTok ради TikTok, потому что это сейчас на гребне волны. А нужно смотреть на вот эту потенциальную эффективность, вот, да, для кого и зачем. Не без проблем. Хотят уже Ивана Зинченко смотреть в TikTok, челленджер финансирования, основные программы банков в танце. Ну, то есть, хорошо же. Ольга Владислав, вот по поводу соцсетей альтернативных, Кать, спасибо за ответ, мнение. Как вы считаете? Ольга, добавите? Ну, все исходя из своей целевой аудитории, да, что хотят. Если вы работаете, там, с TikTok-овцами, то, ради бога. Но, я думаю, что не сейчас, чуть попозже. Пока не время. Когда вырастут, да? Когда они вырастут. Пока не время, да. Есть хорошие кейсы, где именно, ну, там потрясающе одаренный риелтор, то есть, она песни поет, и все, в TikTok-е клиенты есть. Такие прецеденты есть, но это молодые клиенты, да, вот то самое любимое поколение, которое покупает квартиры в WhatsApp-ах по, там, каким-то сообщениям. С ними тяжело, говорит, работать. У нас есть кейсы сделки в WhatsApp-е. Есть, да, есть кейсы риелторов, да, которые, ну, там действительно есть что посмотреть, не просто танцы, не просто песни. А человек действительно одарен, поэтому, наверное, туда и пошел, потому что нигде в другом месте не мог себя выразить. Хотя, говорит, поет каждое утро в агентстве. Ну, ты можешь, кстати, учитывать региональную специфику, да, Оля? Еще надо смотреть, с какими городами работаешь, да. Там еще есть своя специфика популярности соцсетей. Это тоже важный такой момент. Ну, и все-все-все равно ногами только с целевой аудиторией. Я небольшое дополнение внесу. Про TikTok не буду говорить тоже про него, и так все говорят постоянно. Про мессенджеры больше. Они для недвижки важны. Вот. И я не говорю о каком-то, там, может быть, своем канале собственном. Вот. Но, как минимум, вот, я повторюсь, у меня было это в докладе. Как минимум, в чатах стоит присутствовать для мониторинга ситуации. Потому что куча именно жильцов присутствует в различных домовых чатах. В WhatsApp, в Telegram, там, и так далее. И, ну, вот их из внимания убирать точно не стоит, если вы хотите знать ситуацию конкретно, там, в своем районе. Что люди пишут, что людям важно, что людям нужно, там, какие у них проблемы. Обязательно следует мессенджера мониторить. И у нас на одном из вебинаров был как инструмент семейная ипотека. Это вклиниваться вот как раз в чаты, вообще мамские, в чаты целевой аудитории. Это вот отсюда, где вроде бы совсем не профильная группа для ипотеки и недвижимости. Но, тем не менее. Коллеги, спасибо вам огромное. Давайте будем завершать. Спасибо нашей аудитории, что пришли. Спасибо, Владислав, Ольга, Екатерина, за такие интересные выступления, практичные. Все нам пишут многие. Спасибо, спасибо. Очень интересно, много полезной информации. Ждут презентацию, уже нам там в чаты тоже пишут. Подписываемся друг на друга. Спасибо вам большое. Да, всем спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо, коллеги. Пока. До свидания.